Всем привет! Подготовлено под заказ. Одна из таких довольно редких советских бритв. Бритва производства второго государственного подшипникового завода. Годы производства здесь 1936-38. Такие вот бритвы делались в не очень больших количествах, потому что сейчас они практически не встречаются. К сожалению, это не полный заводской оригинал. Над бритвой до меня уже кто-то успел поработать. Выполняли слесарную обработку. Что мог, поубирал, навел более-менее равномерно сатину и подровнял геометрию. Поэтому фаска теперь равномерная. Заточена она на одном слое изоленты, поэтому угол, можно сказать, близкий к заводскому. Второй государственный подшипниковый завод стал таким, стал так называться, по-моему, с 1931 года. Вот у них клеймо. Два ГПЗ – это клеймо старого типа. Именно с такими клеймами первые бритвы от этого завода шли. Дальше клеймо пошло немножечко другого типа. Да и бритвы там дизайн поменяли. А так завод довольно старый. Его, насколько я... Опять же, дат я не помню. В начале 20 века основал швед, чтобы делать подшипники, некоторые другие металлические вещи по шведским технологиям. И, насколько я помню, из шведской, опять же, стали. Потом произошла революция, и все это дело национализировалось. При Советском Союзе завод также выпускал подшипники. Много других интересных вещей, включая, например, элементы звезд Кремля. Первые эскалаторы для митрополитена московского. Ну и был у них цех по производству такой вот небольшой продукции, как клинковые бритвы. Ну и некоторые другие вещи. Сложно сказать, из какой стали они сделаны, потому что это до Костовой эпоха. Есть вероятность даже, что из шведской, потому что в те годы, то есть это до начала Великой Отечественной войны, до 41-го года, бритвы делали, в том числе, и из завозимой стали. Ну, также сталь производили и у себя. Сложно сказать, из чего. Ну, это вряд ли подшипниковая сталь. То есть это довольно мягенькая, я бы сказал. Сталюбка такая. Вот я ее, я над ней сначала работал, слесарил, потом точил. Я бы не сказал, что это какая-то там супер плотная, твердая сталь. Просто классическая, бритвенная. Не сказать, что шведов напоминает. Шведы все-таки пожестче, потверже в основной своей массе. Я бы сказал, что больше напоминает Росинструменты и некоторые другие старые бритвы до военного производства. Советского Союза. Геометрия, как можно видеть, в принципе, неплохая. Кромка немножечко гуляет по ширине. Вот. Но угол здесь одинаковый. И при правке проблем не будет. Вот. Поэтому. Такие вот экземпляры, в принципе, довольно ценные. Хотя их сейчас практически не попадается. Даже эту бритву я ремонтировал из очень удручающего состояния. Вот. Ну, считаю, что получилось, в принципе, спасти. Вот. Кое-где остались наполевые на металле. Ну, там слишком глубоко чей-то станок залез, чтобы это все снимать в один слой, аккуратно делать. Ну, тут от бритвы почти ничего не останется по ширине. Поэтому именно в этом месте, вот в районе пяточки, в районе закова, принял решение оставить как есть. Вот. Во всем же остальном клинок чистый. Клинок, в принципе, красивый и аккуратный. Следов эксплуатации, следов коррозии нет вообще. То есть полностью все выдело вычищено. Ручку сделал именно под этот клинок. Ручка из ясеня со всеми необходимыми водоотталкивающими пропитками. Пины поставил из низербера. Белого цвета, под серебро. Именно под клинок, чтобы выглядели. При этом бритва, повторюсь, с очень мягенькой сталью. Было приятно работать и слесарить, и точить одно удовольствие. Выборка здесь практически отсутствует. Это почти полный клинок. Ну, покажу, как она тесты проходит. Такие вот советские бритвы, конечно, хороши. Как коллекционные экземпляры. Потому что их очень мало осталось. И с каждым годом их количество уменьшается. Люди все чаще делают или неправильную реставрацию, или бритву. Просто убиваются, трескаются, еще что-то с ним происходит. Поэтому целые бритвы, даже если они с небольшой коррозией или выработкой, их есть смысл реставрировать. Они их бритье будут радовать. И в дальнейшем, как коллекционные экземпляры, неплохую цену нас представлять. Потому что такого больше выпускать, конечно, уже никто не будет. Эти бритвы намного более редкие, чем бритвы от завода Труд. Чем бритвы от Стизовского завода. Даже от некоторых артелей. Например, как вот артель бритва была. Бритвы нечастые тоже, но встречаются чаще, чем бритвы от второго государственного подшипникового завода. Вот, ну, такой вот клиночек вам проедет. Все. Насчет футляра не знаю. Порещу, может что-то по размеру подберу. Вот. Ну и как отправлю, к тому же напишу. Продолжение следует...